Так, и что значит сегодня будем делать. Наконец-то надоело мне вот эта вонь машины без катализатора. Будем ставить спортивный катализатор макфол на нее. И сейчас будут три замера. Значит мы сейчас померяем опять же, померяем сток. Ну как сток, в состоянии, в котором она есть. Вот такой прямоток сейчас сделали, просто для проверки. Замеримся и отрежем этот колхоз к чертям собачьим. Ну что, вварились. Звучим, конечно, засердито. Вварили просто кусок трубы туда, довольно длинный, чтобы скорость охватной газы сохранить. Сейчас померяем, что получилось вот в такой конфигурации. Такой самый злой прямоток, который только может быть. Посмотрим разницу, вот какая получилась. Перед вариантом здесь. Поставим спортивный катализатор. Посмотрим, что получится. Вот он, собственно говоря, красавец такой, да, железный наполнитель. Посмотрим, что получится с катализатором, как сильно у нас будет меняться мощность вот в этих трех вариаторах, что мы потеряем или не потеряем. Ну, сейчас все это узнаем и проверим. Ну что, вот приварили мы наш спортивный катализатор MagnaFlow. Аккуратненькие такие швы. Молодцы, ребят, хорошо варят. Ну что, поехали на стенд проверять, что получится. Ну что, поставили мы наш кат, врезали. И сегодня, точнее, сейчас будет самая главная замерка. Есть ли разница, есть ли разница в лошадиных силах мощности, которую развивает автомобиль с катализатором и без катализатора. То есть, как мы уже поняли, если просто врезать трубу, практически погрел, погрешность измерений, там минимальное пол лошади и то, что закрутили мотор подальше. А вот что будет с катализатором, очень интересно, я сам не знаю. Сейчас посмотрим. Мотора не слышно. Да, одну лошадь мы все-таки потеряли. То есть, реально, это даже не процент мощности, мы потеряли пол процента мощности. То есть, было там 122 лошади, получилось 121 лошадь, там, с копейкой. То есть, потери такие совсем минимальные, но я все равно эту систему не буду оставлять, потому что, честно говоря, у меня этот запах машины без катализатора, я так не могу. Я самому противо еду. И второй вариант, когда мы, конечно, убрали полностью весь, всю выхлотную систему, варили просто прямой кусок трубы, тоже изменения были такие минимальные, практически тот же самый пол процента на уровне погрешности измерения, чуть-чуть вверх, чуть больше стало. Но очень все на тоненько, очень все на грани пола. Поэтому я бы сказал, что разницы нету, что родная система настроена корейцем очень хорошо, что вот одна система работает не так нормально. Отличие практически, ну, вот совсем, чуть-чуть, чуть-чуть. И даже у своих прямоток, кроме рева, головной боли, у них не получится, потому что, ну, вот без прямотока машина едет практически точно так же. Вот эти вот пол лошади, вот эта погрешность, я бы не могу заметить. Такие дела вот, например.